Итак, друзья и не другие, которые у нас, конечно же, есть, мы наконец-то начинаем наше интервью с уже чемпионом, но пока только в своей дисциплине, потому что VKSL работает немножко не так. Но, короче, мой первый вопрос был вообще-то кэшбрингеру, трясутся ли у него сейчас руки. Но поскольку мы час потратили на стройку, этот вопрос уже совершенно не актуален, понятное дело, что они у него не трясутся. Давай так, задам по-другому вопрос. Вот ты пока гордишься тем, что, в принципе, твоя медаль пока что, если я правильно понимаю, единственная золотая, да, у твоего вуза? Ну, на данный момент, да, но еще дисциплины пока что играют. Ну да, там, по-моему, кэсеры, вот я слышал, прямо сейчас играют в данный момент твоего вуза. Ну, окей. Второй вопрос у меня по поводу LAN-соревнований. Напомни, пожалуйста, Эшбрингер, ты до этого на крупных LAN-турнирах играл или даже в комендарных клубах, которые были чемпионаты до разных эпох и так далее? Ну, были региональные, зоональные, ящи, брать, ВКСЛ. Ящи, помимо ВКСЛ, был чемпионат Москвы и прочие турниры были в Москве, плановые. Да, точно, я забыл про чемпионат Москвы, действительно. Вот, тут мне, прям как у крутых интервьюеров у меня тут вопросы подготовлены. Вот, вопрос у меня, знаешь, какой? Я тут заметил, но я перефразирую его. Если ты помнишь, давным-давно, давным-давно мы с тобой были в команде Incredible Panic, давным-давно. Это был 2012 год, и ты тогда был в академке, грубо говоря, она называлась IP International. Потом ты перешел в другую какую-то академку, если не ошибаюсь, по-моему, каскада. Потом была академка Старкома, и вот вроде бы сейчас, наконец-то, ты игрок основы. Вопрос мой в чем? Что это было за проклятие? Ты сам был чисто в академках, или как-то, ну, руки, скилл не доходил? Ну, изначально я начинал с Wings of Liberty, это был 2010 год. Потом в 2012-м меня позвал Unix в IP, потому что он был в основном составе, и мы, в принципе, начали играть. Тогда из конкурентов было Rocks только, и после распада IP я ушел в каскад. Это в 2015-2016 годах. Ну, далее я просто уже в Старком перешел. Это был 2020 год. Точно, я вспомнил. У тебя где-то в этом периоде, где-то вот между академками, вот этими, даже, по-моему, после каскада, был, если не ошибаюсь, инактив. И, соответственно, что делал в инактиве, и почему вернулся к нам в это болото, в нашу любимую игру? Ну, был инактив, потому что я закончил школу, поступил в военное училище, поучился год, но мне не понравился, отчислился. Ушел в армию, год еще один потерял, потом поступил в нефтяной университет, и все еще играю за него, и учусь. Ты, получается, уже сколько? Ну, это второе твое высшее учебное заведение, если я правильно услышал. Ну, первое неоконченное было. Ну, да, я про это, да. Вот, ты трейлер смотрел? Штормгейта? Да, я смотрел, красиво сделал. Больше мне, как бы, нечего сказать. А там ничего больше не было. Да, типа, красиво. Я к чему, к чему я этот вопрос подгоняю? Ты, что, ты еще молодой? Ты сейчас закончишь свой вуз? Долг ты родине уже отдал? Как бы, типа, уже ничего не страшно? И, короче, вопрос у меня такой. Ты сейчас заканчиваешь, уходишь на вольные хлеба. Ты что собираешься делать? Играть в StarCraft и голодать? Или собираешься все-таки чем-то другим заниматься и нормально жить? Я шучу на самом деле. Понятное дело, что можно и в StarCraft и не голодать. Ну, все зависит от поддержки StarCraft. Если ESL подпишет еще на несколько лет спонсорство, то я буду в StarCraft также играть. Помимо этого, есть VKSL, который будет еще несколько лет как минимум идти. Если президент федерации все же оставит StarCraft, то я также буду играть, в принципе. Ну, как-то так. Ну, в принципе, понятно. В принципе, понятно. Мы потихоньку, да, о твоих планах узнали. Потихоньку можно передвигаться, чтобы тебя не задерживать к таким Блиц-вопросам. Поэтому я задаю вопрос, как, опять-таки, некоторые интервьюеры. Я задаю вопрос, а ты отвечаешь как хочешь абсолютно. Поэтому поехали. Самый, самый дисбалансный юнит? Дизраптор. А почему-то я знал, что он так и скажет. Самый лучший игрок за всю историю? Сэрл. Вообще-то браток, но окей. Оставим, да, как есть. Самый игрок, который талантливый, но не достиг успехов? Лайф. Мне нечего здесь прокомментировать. Как ты думаешь, игроки, когда вышел Винкс оф Либерти, из какой игры были более скилловые игроки? Из Варкрафта или из Старкрафта? Скорее всего из Варкрафта, потому что механика была, ну, близко сконцентрирована. Ну, и из Бродвара в основном тоже пришли сразу же. Но в Корее это, Бродвара, это классика считается. И по сей день спонсорство идет. Кого из мировых игроков хочешь обыграть в Бо-5? Ну, я бы обыграл, хотя хотел бы обыграть в Сэрл, наверное. Окей. Ну, это, на самом деле, выполнимая задача. Можешь есть ссылочки посмотреть, там его, да, показывают ему, что такое Старкрафт. Ну, и последний, собственно, вопрос. Если не Старкрафт, то? То я бы ушел в Гвинт. Вот это мощно! Вот это мощно! Ладно, спасибо тебе, дружище. С чемпионством еще раз. И руби эту шарманку.